Ярославский мордор, а именно так называют, пожалуй, самый известный недострой в Ярославле, может лишиться пары этажей. Об этом сообщил Владимир Волков на встрече с журналистами. После этого фирма сможет доделать здание. Но больше всего на встрече с мэром журналистов интересовали вопросы благоустройства города. Жалобы на плохую уборку дворов и улиц они слышат от жителей регулярно. Остановка напротив Бутусовского магазина, там трамвайная остановка, там грязи, вот идешь как по помойке. Очень недовольны. В Брагино, поскольку приходится бывать иногда, очень грязно. Например, в Павловской роще там очень грязно. Такое чувство, что там не убирают совсем. Дзержинский район единственный, где городское спецавтохозяйство не работает. А вот насчет остальных частей Ярославля у городоначальника мнение противоположное. Как отметил Владимир Волков, САХ смог рассчитаться с долгами почти в 50 миллионов рублей. В этом отчасти помогла малоснежная зима. Сэкономленные деньги пошли на погашение кредитов. Планируют закупать и новые машины. Наше спецавтохозяйство с количеством сотрудников 450 человек выбирает настолько качественно город, что малейшая жалоба прилетающей с соцсетей, либо в единую диспетчерскую службу в течение 10-15 минут полностью отрабатывается. Поинтересовались журналисты и судьбой стадиона «Шинник». В начале марта четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» отменили из-за плохого газона. Как пояснил городоначальник, убытки за срыв матча будут возмещать и дирекция спортивных сооружений, и сам футбольный клуб. Суммы пока не называют, работает специальная комиссия. В тепловой узел, который можно было реконструировать, это нужно было сделать прошлой зимой, но, к сожалению, руководство умолчало, понадеялось на то, что и так пройдет. Такие факты есть. В итоге, по решению комиссии, когда она закончит свою работу, это будет в ближайшее время, мы доведем всю информацию, с чем связано, и все урок-выводы также сделаем. Также мэр города поделился планами по празднованию 9 мая. К этой дате облагородят Стеллу 30-летию Победы. Сейчас там разваливается плитка и осыпаются ограждения. В новом пространстве будут обелиски с фотографиями фронтовиков ярославцев. Также мэр города поделился уже в апреле, разыграют контракт на ямочный ремонт дорог. Сумма 60 миллионов рублей. Подпишут и новое соглашение по отлову собак. Павел Волков, Денис Лосев. День в событиях.